Меня зовут Константин Фурсов, я являюсь заместителем директора Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Мы, наш институт, были инициаторами создания Центра поддержки технологии и инноваций в университете и должны сказать, что нам на самом деле пока еще даже нет года, только вот в начале 2018-го мы эту деятельность запустили, но с патентной аналитикой мы знакомы уже довольно давно и хотели бы сегодня рассказать, как эта деятельность выстроена у нас. Пару слов технических о регламенте сегодняшнего мероприятия. После короткого вступления, которое любезно согласилась сделать Татьяна Викторовна, я предоставлю слово Леониду Марковичу Голбергу, который расскажет про университет и про наш институт. Далее Екатерина Стрельцова, сотрудник тоже нашего института, немножечко затронет вопросы того, как мы работаем с патентной аналитикой. И Александр Александрович Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования, обрисует некоторые контуры того, как патенты используются в наших различных исследованиях, связанных с долгосрочным прогнозированием. Потом у нас будет кофе-брейк, обязательно все передохнете, попьете кофейку. И мы продолжим нашу дискуссию, поговорим о том, как можно новыми способами подходить к анализу патентных данных. И также мы попросили Елену Евгеньевну Селиванову рассказать, как устроена система управления интеллектуальной собственностью в университете, чтобы мы перешли к каким-то практическим шагам. Вот таков регламент. На выступление будет порядка 30 минут у каждого спикера. Обязательно с возможностью задать какие-то вопросы. Я передаю слово Татьяне Викторовне. Доброе утро, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, сегодня самый ожидаемый день. Ожидаемый потому, что мы отдаемся отчет, какой бренд имеет высшая школа экономики. Мы с вами все, кто проживает в Российской Федерации, и у нас есть группа участников семинара, проживающие за нашими пределами, все знают о том, насколько силен интеллект совокупный, я бы так сказала, высшей школы экономики. Ну вот, как говорит Леонид Маркович, сами удивляемся. Мы отдаемся отчет, что действительно есть, безусловно, те стартовые позиции, с которых начинал Центр поддержки технологии инноваций. Но, на мой взгляд, самое главное, то, чем отличается высшая школа экономики. Они могут предвидеть прорывные технологии, они могут предвидеть, какие необходимы управленческие решения. И то, что сегодня высшая школа экономики готова нам открыть, вот то, как они это делают, мне кажется, для всех участвующих в семинаре это очень и очень важно. Потому что есть те, кто понимает, что нужно делать следующий шаг. Есть те, кто сегодня, сидя в зале, думает, каким образом нам развивать эту сеть и эту систему Центров поддержки технологии инноваций. Но самое главное, я хочу сказать и о том, что и Григорий Петрович Ивлев, который знает те сокровенные предложения, которые готовят для нашей страны, для правительства, высшей школы экономики, он все время спрашивает и задавал даже себе вопрос. Я уже поделилась с Леонидом Марковичем, а не отменить ли его визит в Бразилию. Но все-таки вот мы пришли к обоюдному согласию, что с Бразилией нужно дружить. Это страна развивающаяся. А мы сами здесь постараемся не только представить то, что делает Центр поддержки технологии инноваций, но и ответить на все вопросы, которые нас будут интересовать. Я очень признательна, что высшая школа экономики распахнула свои объятия для Центров поддержки технологии инноваций. И надеюсь, что сегодняшний диалог будет очень продуктивным, что мы сумеем увидеть те тренды, которые будут присутствовать в развитии интеллектуальной собственности. И очень надеемся, Леонид Маркович, что когда вы сейчас получили одной из утвержденных методик правительством в Российской Федерации по управлению интеллектуальной собственности, вы нам тоже предложите, каким образом разумнее это сделать и вооружить им наши Центры поддержки технологии инноваций. И еще, мне кажется, должен диалог идти о том, что сейчас было принято министром образования и министром науки и образования решение совместно с Всемирным обществом интеллектуальной собственности создать для вузов Российской Федерации, а у нас многие ЦПТИ как раз при вузах, это львиная доля, это правильно, создать программу, которая называется «Управление интеллектуальной собственностью в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах». Причем эта программа сейчас подписана со стороны нашего Министерства науки и образования и со стороны Всемирного общества интеллектуальной собственности. Это случилось 30 июля 2018 года. И вот здесь тоже интересно, какая модель будет выстроена у вас по управлению интеллектуальной собственностью. И там есть такие, вы знаете, очень интересные аспекты, которые связаны с тем, что управлять непросто, а вот как прогнозировать и программировать эту деятельность. Вот видите, сколько нам чудных открытий приготовил, наверное, не открытий, а вызовов сначала, да? 2018 год. Я очень надеюсь, что мы вот в рамках тех соглашений, договоренностей, а сейчас нам удалось еще больше продвинуться, еще, я бы сказала, глубже в этих аспектах вопроса. Вот разговор такой был у нас на коротке. Я думаю, у нас есть перспективы. И, конечно, ваше лидерство мы признаем и будем всегда под ваши флаги вставать. Спасибо большое Высшей школе экономики и спасибо за то, что ваши коллеги сегодня нам представят то, что удалось уже сделать. Добрый день, уважаемые коллеги. Я искренне признателен Татьяне Викторовне за такой каскад комплиментов в адрес высшей школы экономики. Это, конечно, приятно слышать, но понятно, что за комплиментами всегда стоит необходимость ответить. И вот эта ответственность, безусловно, это очень серьезная история для нас. Мы много занимаемся той проблематикой, которой, собственно, будет посвящена сегодняшняя дискуссия. И я, и мои коллеги об этом расскажем. Сначала я хотел бы немножко рассказать о Высшей школе экономики, рассказать о том, как университет развивается, о Институте статистических исследований экономики знаний, который специально занимается проблематикой, связанной с наукой, технологиями и инновациями. О тех исследованиях в сфере патентной аналитики, форсайта, статистики, научно-технической политики, которые мы ведем. Ну, естественно, то, что я буду рассказывать, это такой краткий обзор, а мои коллеги дополнят меня. И принципиально важно, и этому будет посвящено выступление вот Елены Евгеньевны Селивановой, нашей коллеги, которая здесь присутствует, который возглавляет службу по управлению интеллектуальной собственности в Высшей школе экономики. И мы действительно в этом отношении довольно продвинутые, хотя у нас тоже есть свои проблемы, и мы о них, собственно, не стесняемся говорить. Немножко тоже об этом скажу. Да, сбегая вперед, я хотел бы сказать, что здесь вот в аудитории присутствует целый ряд наших коллег, и не только докладчики, поименованные в программе сегодняшнего семинара, но вот там сидят еще некоторые наши коллеги. Мы специально их пригласили для того, чтобы вы могли с ними пообщаться и в рамках кофе-брейка, и помимо этого, вот я несколько человек назову сейчас, которых я так вижу издалека, вот там Алексей Васильевич Березной, директор Центра исследований отраслевых рынков. Или он вышел, да? А, он вышел. А, да, да, хорошо. Анастасия Андреевна Назаренко, заместитель директора Центра отраслевых и корпоративных проектов. Любовь Юрьевна Матич, зав. отделом проектного управления. Если можно, коллеги, вы вставайте, чтобы вас было видно. Нина Николаевна Миняева, заместитель директора Центра промышленной политики. Екатерина Алексеевна Исланкина, ведущий сотрудник отдела кластерной политики. Ну, я не буду называть докладчиков, они поименованы здесь в программе, но просто представлю их очень быстро. Вот Екатерина Александровна Стрельцова, наш главный специалист по патентной статистике и патентному анализу, Александр Александрович Чулак, директор Центра научно-технологического прогнозирования. Ну, Константин Сергеевич сам себя уже представил. Он возглавляет направление, связанное со статистикой и мониторингом сферы науки. Елена Евгеньевна Селиванова уже я представлял. И вот там сзади сидит Илья Филиппович Кузьминов. У него вот здесь, правда, табличка есть, поэтому занимает сразу два места. Он заведует отделом информационно-аналитических систем. И вот та красивая анимация, которая здесь крутилась на экране, это вот его продукция. Он об этом тоже расскажет. Итак, собственно, вот вы находитесь в высшей школе экономики. Высшая школа экономики сегодня уже далеко не только, собственно, представляет экономические науки, а это практически полноценный мультидисциплинарный университет. По численности студентов мы сегодня входим, наверное, в двойку ведущих российских, крупнейших российских вузов. Собственно, по численности студентов во всех наших кампусах, включая не только Москву, но и Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь, мы опередили Московский государственный университет. По численности студентов Московского кампуса мы с МГУ, собственно, на равных. У нас порядка 7 тысяч преподавателей и научных сотрудников, огромный спектр программ высшего образования бакалаврских и магистрских, более 760 программ дополнительного профессионального образования, на которых занимаются десятки тысяч человек. И Вышкола экономики является, в общем, лидером в развитии онлайн-программ и на платформе Курсера, и на российской платформе. И, собственно, считаем это, в общем, очень важным таким мейнстримом для российского образования. Несколько лет назад мы создали лицей, который изначально принимал школьников 10-го, 11-го класса, сейчас уже 9-ти классников с этого года он принимает. И этот лицей, собственно, лучшая школа в Москве и одна из лучших школ в России по всем известным рейтингам. Вышкола экономики с самого начала создавалась не только как учебное заведение, но и как исследовательский центр, мы входим в тройку крупнейших по объемам научных исследований университетов в России, наряду с МГУ и Бауманкой. И по объему исследований в области социально-экономических наук мы являемся самым крупным исследовательским центром в Центральной Восточной Европе. У нас более 800 сотрудников научных подразделений, помимо профессоров и преподавателей, которые ведут научные исследования, порядка 650 исследовательских проектов мы выполняем ежегодно. И, как я уже сказал, мы довольно активно работаем с интеллектуальной собственностью, мы об этом расскажем подробнее. Но Вышкола экономики была первым российским университетом, который принял документ под названием «Политика в области управления интеллектуальной собственностью». И целый ряд, собственно, положений из нашего регламента лег в основу нормативных документов Миноборнауки, которые, в свою очередь, были использованы при подготовке рекомендаций, о которых Татьяна Викторовна говорила. И, конечно, наш университет очень активно участвует в различного рода международных партнерствах и в образовательной исследовательской сфере. У нас порядка 300 зарубежных партнеров самого разного типа. Это и международные организации, и мы активно работаем во многочисленных экспертных группах, которые формируют международные стандарты и рекомендации по международной политике в самых разных областях. Мы взаимодействуем с десятками ведущих международных университетов, крупнейших исследовательских центров, и на наших площадках разных ежедневно проходят десятки различного рода дискуссионных, лекционных мероприятий, где участвуют самые известные зарубежные наши коллеги. Я уже сказал о том, что Высшая школа экономики, собственно, это полномасштабный мультисциплинарный университет, и если мы действительно начинали в узком смысле слова как Высшая школа экономики 25 лет тому назад, то сегодня помимо охвата полного спектра социально-экономических наук и гуманитарных наук, у нас широко представлены естественные науки, причем по, скажем, многочисленным разного рода рейтингам. Например, наш факультет математики, это чистая математика, теоретическая математика, лидирует среди российских мехматов уже в течение нескольких лет. В прошлом году мы стартовали с факультетом физики, до этого у нас было несколько кафедр ведущих научных центров Российской Академии наук, и, собственно, этот факультет базируется на сети ведущих академических институтов, включая ФИАН, Институт теоретической физики, Институт космических исследований, физики твердого тела и так далее. А в этом году мы недавно приняли решение о создании двух факультетов естественно-научного профиля, это факультет химии и факультет биологии и биотехнологии, которые тоже базируются на академических институтах во главе с известными учеными, и, собственно, планируем дальше двигаться в этом направлении. Кроме того, у нас существует факультет компьютерных наук, один из крупнейших в России, который создан на базе целого ряда наших ранее существовавших подразделений прикладной математики, программной инженерии, и плюс пришла большая группа ученых, этому факультету уже примерно лет пять, он развивается в взаимодействии с целым ряном крупнейших компаний, типа Яндекса, Сбербанка, вот в этом году мы создали лабораторию Самсунга, который на несколько лет выдал огромный грант этому факультету. И несколько лет, там примерно уже, наверное, лет десять тому назад к нам присоединился Московский институт электроники и математики, и на этой МИЭМ, это знаменитый, так сказать, знаменитый бренд, и мы на этой базе развиваем тоже целый ряд направлений, связанных с телекоммуникациями, криптографией, электроникой, интернетом вещей. Ну вот, некоторые новости 2018 года, как я уже сказал, мы создали факультеты химии и биологии, которые в полноценном масштабе начнут прием студентов в 2019 году. На базе высшей школы урбанистики и его объединения с целым рядом наших научных подразделений мы создали факультет городского и регионального развития, четыре научно-исследовательских института, в этом году мы сформировали, которые были созданы на базе ранее существовавших маленьких подразделений институт экологии, институт конкурентной политики, институт аграрных исследований, центры языка и мозга, и целый ряд научно-учебных лабораторий на разных факультетах. Ну, высшая школа экономики является участником программы 5.100, и мы довольно интенсивно продвигаемся во всех международных рейтингах. Ну, собственно, не будет, так сказать, нескромностью сказать, что у высшей школы экономики самое большое количество позиций в международных рейтингах среди всех российских вузов, по ряду предметных, в ряде предметных рейтингов мы занимаем первое или второе место в России, и вот в четырех позициях мы входим в топ-100 мировых рейтингов среди всех ведущих университетов мира по социологии, математике, политическим наукам, международным отношениям, ну и по ряду других позиций мы, в общем, тоже довольно быстро продвигаемся. Институт статистических исследований экономики знаний является крупнейшим научным подразделением высшей школы экономики. У нас в целом существует порядка 70 научных подразделений разного типа, разного профиля, разного размера. Ну и вот наш институт, собственно, который уже достаточно давно функционирует, собственно, специализируется на исследованиях в области статистики, экономики, социологии, сферы науки, технологий и инноваций. Мы занимаемся и целым рядом других сюжетов, я чуть позже об этом скажу. Ну, собственно, ядро нашей команды сложилось уже достаточно давно, и мы стараемся планировать нашу научную повестку таким образом, чтобы она гармонично сочетала и фундаментальные исследования более долгосрочного характера, где, собственно, нам необходимо развивать соответствующие теоретические заделы с прикладными исследованиями в интересах тех или иных конкретных заказчиков, ориентированных на реальную практику. И мы являемся в России, наверное, крупнейшим центром эмпирических исследований в этой сфере мы ежегодно проводим сами, либо заказываем у наших партнеров социологических статистических служб разного рода широкий спектр различных статистических и социологических обследований. Это очень сильно пополняет нашу копилку. Мы широко используем эти эмпирические исследования для тестирования новых методик, новых подходов к измерению тех или иных сфер и, естественно, получаем на этой основе оригинальную новую информацию, которая позволяет дальше развивать те исследования, которые мы ведем. Мы в течение уже нескольких лет реализуем международную магистрскую программу Governance of Science and Engineering Innovation. Она преподается на английском языке. Примерно 40% студентов в этой магистрской программе – это иностранцы, причем, ну, например, вот в этом году наш прием показал, что у нас было порядка 80 иностранных абитуриентов на примерно 10 мест. Ну, мы немножко увеличили этот прием. То есть довольно высокий конкурс. Мы отобрали студентов, скажем, из Соединенных Штатов. У нас 6, по-моему, студентов из Германии. Студенты из Бразилии к нам поступают регулярно. Мексика, Франция, Италия, Великобритания, Швеция. Ну, то есть разные такие, разные страны. Но студенты довольно качественные. Я не назвал еще Китай, Индию, наверное. Индию есть? Ну, что-то еще. Колумбия, Мексика – вот, собственно, наш примерно перечень стран. И мы в этой программе и шире в нашей исследовательской повестке очень активно сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами. У нас более, вот в этом году, 11 иностранных профессоров из университета Манчестера, из университета Шеффилда, из университета Оттавы. То есть таких заведущих, в общем, международных университетов. Мы стараемся инвестировать в развитие нашего коллектива. У нас более 200 человек на полных ставках. И примерно 300 человек у нас работают в течение года в качестве экспертов в разных форматах. Мы очень активно инвестируем в нашу молодежь. Собственно, все наши молодые сотрудники, ну вот, видите, да, все, собственно, молодые, да, кроме меня. И, в общем, мы стараемся их поддерживать. Мы вкладываемся в программы поддержки мобильности. У нас регулярные есть стажировки в, скажем, Организации экономического сотрудничества и развития в ряде зарубежных исследовательских центров. Программа поддержки поездок на конференции. У нас в Высшей школе экономики есть программа академических надбавок за публикации ведущих мировых журналов за патенты. Вот, Елена Евгеньевна расскажет, у нас тоже есть своя практика. Мы не считаем ее идеальной, но над этим думаем, в общем, сейчас довольно активно. В целом институт состоит из 12 научных центров, которые специализируются на разных направлениях исследований, о которых я скажу. И плюс у нас есть две международные лаборатории, в которых работают 6 иностранных профессоров на полной ставке. Они живут в Москве с семьями. Здесь у нас работают уже в течение многих лет. И кроме того, собственно, у нас есть Международный наблюдательный совет, в который входит 12 очень известных зарубежных ученых. Никто из наших собственных сотрудников, включая меня, в состав наблюдательного совета формально не входит. И мы ежегодно обсуждаем, собственно, наши результаты и данные на следующий год. И, в общем, это очень важный формат. Я не буду здесь цитировать какие-то цифры. Вы можете легко с этой презентацией потом ознакомиться. Важно то, что мы, как я уже сказал, сочетаем фундаментальные и прикладные исследования. И, собственно, прикладными, я считаю, их условно, потому что, действительно, это, как правило, новые проекты, в рамках которых генерируются новые методологии, новые данные, новые модели. И, собственно, они тоже служат базой для такого большого потока публикаций в ведущих международных журналах. Статьи у нас публикуются, начиная с журнала Nature и дальше, в таких лучших, в общем, журналах. Активно наши коллеги участвуют в ведущих международных конференциях. Мы публикуем уже в течение более чем 10 лет журнал. Его основная версия публикуется на английском. Foresight and STI Governance. STI значит Science, Technology, Innovation. На русском языке он называется Foresight. Он, собственно, один из таких наиболее известных журналов в области социально-экономических наук. Входит во все международные базы данных и в рейтингах лидирует. И плюс мы издаем серию монографий в издательстве Springer на английском языке. Science, Technology, Innovation, Studies. Это одна из самых, оказалось, прибыльных для издательства серий. Там только с сайта издательства. У них уже более 55 тысяч платных скачиваний. Некоторые наши профессора очень переживают, что мы не получаем роялти за это. Но, тем не менее, это так. Итак, мы, собственно, специализируемся по-крупному. На трех областях исследований. Это статистика и аналитика в сфере науки, технологий, инноваций. Цифровой экономики и образования. Это форсайты, научно-техническое прогнозирование. И исследования в области научно-технической инновационной политики. У нас действительно очень много самых разных заказчиков. Это и все, собственно, органы, федеральные органы исполнительной власти. Так или иначе, связанные с этой проблематикой. Это все крупнейшие российские компании, с которыми мы много лет партнерствуем. Многие региональные администрации. Здесь представлены некоторые логотипы. Это только те заказчики, которые связаны с этой тематикой. В целом, Высшая школа экономики. Если бы мы собрали такую картинку со всеми логотипами, я думаю, что мы долго бы не стали эти слайды. Что касается статистики, науки и технологий, то это наша базовая, стартовая, я бы сказал, такая компетенция. Мы занимаемся этим уже почти, наверное, 30 лет. Наша команда этим занимается. И мы, собственно, всю эту область статистики создали в России с нуля. То, что я сейчас говорю, может показаться хвастовством, но поверьте, что это именно так. И, собственно, в основе этой огромной работы, которую мы, собственно, проводили и продолжаем проводить в течение всего этого периода, лежит принцип ориентации, во-первых, на международные статистические стандарты. И с какого-то момента мы перешли не только... Мы перешли от следования этим стандартам к участию в их формировании. Чуть позже об этом скажу. И, собственно, на этой основе создание такой обширной, комплексной информационно-статистической базы, которая позволяет сегодня самым разным образом подходить не только к исследованию этой сферы, но и к ее регулированию, к формированию и обоснованию государственной политики. Все показатели, которые встречаются в государственных документах так или иначе, начиная от посланий президента федеральному собранию до, например, национального проекта наука, который стартует в начале следующего года, и показатели, принятые в государственных программах, в стратегии научно-технологического развития, которая была принята, утверждена указом президента в 2016 году, собственно, все показатели базируются так или иначе, вот на этих статистических исследованиях. Собственно, сегодня это полноценный комплекс федеральных статистических наблюдений, охватывающих сферу науки, инновационную деятельность в самых разных секторах. Если мы начинали, скажем, статистику инноваций 20 лет назад с промышленности, то сегодня это уже сфера услуг. В последние пару лет мы проработали методологию, и сегодня Росстат собирает уже данные по агропромышленному комплексу и строительству. Это, кстати говоря, опережает некоторые международные стандарты, плюс целая серия статистических наблюдений за развитием технологий, экспорт-импорт технологий, создание передовых, использование передовых производственных технологий и так далее. И, наконец, большая серия обследований ежегодных, которые посвящены тому, что называется информационное общество. Это исследование наличия и использования ИКТ на предприятиях, в домохозяйствах. Это статистические измерения производства продукции и услуг, связанных с информационными технологиями, то, что называется сектор ИКТ. За последние годы мы разработали совершенно новые такие пионерные направления, скажем, как статистика инжиниринга и промышленного дизайна, статистика биотехнологий, нанотехнологий, фотоники и так далее. И мы, собственно, движемся в развитии статистики, связанной с измерением технологий. Наверное, ключевая тема этого года и следующего года – это, во-первых, измерение делового климата в науке. Мы только что опубликовали такой большой аналитический доклад, посвященный оценке ситуации в науке. Это специальные новые обследования, дополняющие статистику, и оценки использования инструментов научно-технической политики, научными организациями и университетами. И второе – это целый комплекс работ, которые мы начали в этом году, и это, я думаю, будет ядром нашей программы работ по статистике на следующие два года – это создание статистики цифровой экономики. Это огромная тема, которая, в общем, базируется на наших предшествующих работах. Мы участвовали активно в пересмотре международных стандартов по статистике науки и инноваций. Возможно, многие из вас знают эти короткие названия. Руководство «Фраскатте» по статистике науки, руководство «Осло» по статистике инноваций, руководство «Осло» было принято два месяца назад в окончательной версии четвертой его редакции. Я уже говорил, что мы занимаемся активно статистикой возникающих технологий. Это действительно большой комплекс исследований. В прошлом году мы завершили цикл работ по статистическому измерению технологического развития отраслей экономики. Мы ежегодно публикуем целую серию статистических сборников различного рода панелей индикаторов. Это рейтинг инновационного развития регионов, который мы в течение нескольких лет публиковали в следующем году. В следующем году мы выпустим новую версию. Мы сейчас обсуждаем изменения методологии. Мы очень активно участвуем в подготовке различного рода международных докладов, включая UNESCO Science Report, Global Innovation Index, совместно с Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности, целый ряд публикаций Организации экономического сотрудничества и развития и так далее. Форсайт – еще одна огромная область наших исследований. Собственно, мы были первыми, кто ввел этот термин в оборот в России, и он стал достаточно популярным. Нам самим, может быть, не очень нравится то, что мы не нашли русскоязычного эквивалента, но проблема здесь связана с тем, что прямой перевод слова «форсайт» на русском языке имеет не очень удачную коннотацию – это предвидение. проблема заключается в том, что вот эта методология форсайт-исследований принципиально отличается от того, что понимается под прогнозированием в узком смысле слова. Я не буду сейчас отнимать хлеб у Александра Александровича Чулака, который, я уверен, об этом специально скажет. Но это принципиальная такая развилка, которую мы прошли когда-то. При этом очень важно понимать, что форсайт – это не какие-то экспертные дискуссии только или стратегические сессии, которых мы слышим сегодня, в общем, почти на каждом углу, я бы так сказал, а это целый комплекс сложных специальных методов, каждый из которых занимает определенное значимое место в целой палитре методологии, подходов к долгосрочному прогнозированию, к построению сценариев достижения целей будущего. Это вот принципиально важная вещь. И огромное место, конечно, в этой системе методов занимают не только экспертные методы, и не столько уже экспертные методы, сколько строгие количественные методы и моделирования, и статистические методы, и вот то, что вы видели здесь на экране, это методы анализа больших данных с использованием семантики, текст майнинга и прочее, о том, о чем мы тоже сейчас будем вам говорить. Итак, вот целая серия форсайт-исследований, которые мы выполнили за много лет, это, собственно, и крупные такие работы федерального уровня. В частности, упомяну прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года, который был утвержден Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это официальный прогноз правительства. Сейчас мы подготовили новую версию этого прогноза совместно с Миноборнауке. Она уже внесена в правительство, и там сейчас идет доработка. Предполагается, что новая версия прогноза будет принята в течение, я надеюсь, месяца-двух. Мы очень активно занимались целой серией отраслевых форсайт-исследований для самых разных секторов. Это и прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса, который был рассмотрен правительственной комиссией под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева, и целый ряд отраслевых прогнозов для авиастроения, судостроения, оборонно-промышленного комплекса, целого ряда отраслей тяжелого машиностроения для сферы здравоохранения и так далее. Очень большой, широкий спектр различного рода исследований. И, собственно, коллеги расскажут о некоторых платформенных подходах, методологических и инструментальных, которые мы развиваем для поддержки этих исследований. И статистика здесь, безусловно, в том числе патентная информация играет очень серьезную роль. Ну вот из того, что я, наверное, не сказал еще про форсайт, из наших последних таких самых разработок, это большая серия форсайт-исследований, посвященных финансовому сектору, включая перспективы развития технологий, рынков, продуктов и услуг. И форсайт-компетенции, это тоже очень важная и новая для России в Искал-область, которая связана с исследованием спроса на перспективные профессии в связи с динамикой рынков и технологий будущего. Мы сейчас, так сказать, с некоторой гордостью за наш коллектив занимаемся научно-технологическим форсайтом для ЮАР. Вот с нами заключил контракт правительство Южноафриканской республики для выполнения работы. Они нас отобрали на таком большом международном тендере. И на этой основе, конечно, мы планируем и дальше развивать такие форсайт-исследования в интересах ряда стран. У нас, собственно, такой опыт уже есть. Здесь перечислено несколько стран, в форсайтах, в которых мы уже участвовали. Надеемся, и дальше продолжить эту линию. Патентный анализ очень активно используется в форсайт-исследованиях для оценки технологического развития, для оценки потенциала тех или иных технологий в самых разных секторах экономики. Мы ведем также очень серьезные и довольно сложные в методологическом плане исследования по динамике технологической специализации, по оценке научно-технологического уровня разработок в самых разных областях науки и технологий, в разных секторах экономики. Скажем, в рамках, наверняка многие из вас слышали, в рамках работ по приоритетным направлениям, по обоснованию перечня приоритетных направлений науки и технологий и перечня критических технологий, тоже самым непосредственным образом используется патентная аналитика для описания достигнутого уровня технологий, во-первых, и во-вторых, я об этом тоже чуть позже скажу, для оценки разрывов, скажем, технологических в тех или иных областях с передним уровнем мировой науки. Мы ведем также очень большой комплекс исследований, это третий, так сказать, большой блок в области научно-технологической инновационной политики. Здесь самые разные были разработки и такого более, скажем, широкого профиля, как оценка, скажем, университетных изменений в российской науке, и мы ведем своего рода мониторинг с использованием и статистических, и социологических разных инструментов. Исследования в области оценки результативности научно-технической деятельности. За последние пару лет, скажем, мы выполнили целый ряд новых совершенно работ по оценке эффективности бюджетных расходов на науку в рамках государственных программ научно-технологической направленности мы проанализировали все мероприятия этих программ, там несколько тысяч конкретных мероприятий, оценив достигнутые результаты и провели некоторый анализ не только эффективности, но и разработку подходов к анализу, к обоснованию целесообразности финансирования тех или иных направлений. Мы сделали также несколько очень интересных исследований по оценке кадрового потенциала науки и анализу востребованных компетенций, в том числе на примере сфер биотехнологии и робототехники, такие достаточно пионерные новые направления. мы сделали очень большой опрос, масштабный опрос руководителей ведущих российских научных организаций, более 300 организаций мы опросили на предмет выявления лучших практик управления наукой, мы создали интернет-ресурс, такой своего рода навигатор по лучшим практикам, с тем, чтобы организации могли воспользоваться уже готовыми решениями и адаптировать их к задачам развития своих собственных исследовательских центров и университетов. Из крупных работ в этой сфере мы также я хотел бы сказать о семантическом анализе документов государственной политики. Мы эту работу завершили примерно в сентябре. Я думаю, Илья Филиппович Кузьминов рассказывает о работах по анализу больших данных об этом специально скажет. Это тоже некий новый инструментальный подход к исследованию научно-технической политики и стратегических документов. Мы сейчас ведем работу совместно с Миноборнауке по созданию системы мониторинга реализации стратегии научно-технологического развития. Безусловно, патентная статистика, патентная аналитика занимает там весьма значимое место. Из того, что я не сказал, наверное, стоит упомянуть кластерную политику. У нас функционирует специальная такая структура, она называется Российская Кластерная Обсерватория, она довольно известна в кругу тех, кто занимается региональной проблематикой и органов власти на территориях. И совместно с Минэкономразвитием мы занимаемся анализом, экспертизой, методической поддержкой разработки программы инновационного развития компании с государственным участием. Это тоже достаточно многолетняя повторяющаяся, продолжающаяся тема. Поскольку мы много занимаемся с статистикой, с одной стороны, с другой стороны, поскольку мы ведем очень внимательное наблюдение за научно-технологической политикой в России, то мы понимаем, ну или скажем так, имеем представление о том спросе на индикаторы и на статистическую информацию, которая возникает со стороны научно-технологической политики, поэтому мы приняли участие недавно в проработке подходов к модернизации патентной статистики, которая немножко, к сожалению, должен сказать, подотстала от современных таких подходов, современных трендов этой области. В рамках мониторинга стратегии научно-технологического развития мы предполагаем, как я уже сказал, использование патентной статистики самым прямым образом, и там целый ряд индикаторов базируются на оценках патентной активности. Сейчас мы с правительством Москвы ведем очень большую работу по обоснованию инструментов формирования и функционирования инновационно-производственного кластера города Москвы. Если вы знаете, на днях президент подписал указ о создании такого кластера, это будет крупнейший такой мегакластер, наверное, который потенциально охватит всех активных игроков в экономике города и, собственно, одним из инпутов таких в выявлении активных технологических компаний, активных университетов, производственных компаний, которые могли бы принять участие в создании этого кластера и в его структурировании, собственно, была патентная информация. У нас создана система интеллектуального анализа больших данных. Вы видели вот анимацию, которая здесь была, об этом коллеги расскажут чуть подробнее. Скажу лишь только коротко, что для нас это принципиальная разработка, которая позволила существенным образом усилить все те направления, о которых я сейчас говорил. Это имеет самое прямое отношение к нашей сегодняшней дискуссии в целом. Дело в том, что мы в течение многих лет занимаясь форсайт-исследованием в самых разных областях науки, в самых разных секторах, вовлекая сотни экспертов и российских, и зарубежных, все чаще и чаще сталкиваемся с несколькими принципиальными ограничениями. Во-первых, совершенно очевидно, что никто из экспертов не может физически не в состоянии переварить гигантские объемы информации. Поэтому даже самые выдающиеся, самые видные эксперты, безусловно, представляют ограниченные мнения, ограниченные физическими возможностями человека. Во-вторых, к сожалению, наши расчеты показывают, что сегодня российская наука представлена менее чем в 4% глобальных исследовательских фронтов, то есть наиболее динамичных передовых направлениях мировой науки. Это означает, и на практике, к сожалению, это проявляется, что по многим узким самым современным областям экспертов либо нет вообще, либо мы сталкиваемся с, ну, скажем так, очень ограниченными представлениями людей о том, что происходит в каких-то конкретных узких областях. я уже не говорю о том, что, естественно, практически все эксперты лоббируют какие-то свои любимые направления, поэтому компенсировать вот эти ограничения мы пробовали развитием вот такого инструментария по обработке больших массивов информации, сначала это было довольно скромно, в таких скромных масштабах, постепенно это выросло вот в такую целую сложную очень разветвленную систему, сегодня в ней представлено более 30 миллионов документов, причем это цифра условная, поскольку, например, база данных новостей в сфере науки технологий включает, я не помню, 18 миллионов или что-то в этом роде, база данных вакансий бесчетные и так далее, и примерно 30 тысяч документов в систему загружаются автоматически. Эта система работает с разными языками, сейчас коллеги разрабатывают китайский модуль, я думаю, что, может быть, к концу следующего года мы его запустим, в этой системе реализуется целый ряд самых разных функций, посвященных анализу трендов, анализу технологий, прогнозированию их развития, выявлению центров компетенций, анализу образовательных программ, документов политики, правовых актов, исследования профессиональных компетенций, сетей и так далее. Не буду дальше тратить время, здесь есть некоторые иллюстрации, но, скорее, коллеги сами об этом расскажут подробнее. Я хотел бы только заострить внимание вот на чем, считаю это принципиальным. Говоря, скажем, о патентной информации, обычно мы подходим к ней двояко, либо речь идет о патентной статистике в узком смысле слова, когда собственно считаются единицы патентов в разных разрезах, в разрезе классов международной патентной классификации, регионов, типов организаций. Это можно при помощи сложных, но, как правило, спорных переходных ключей группировать по областям науки технологий в соответствии с другими классификациями, но понятно, что как бы там ни было, как бы мы сами с уважением и любовью даже не относились к статистике традиционной, понятно, что это очень условные данные, так же, как и данные, скажем, о числе статей в международных журналах. И вся библиометрическая статистика столь же условна, сколько условно и патентная статистика, поскольку вместо того, чтобы измерять результаты, реальные результаты, содержательные результаты научной или технологической деятельности, мы измеряем субституты, то есть мы пользуемся метриками, которые базируются на исчислении документов, на самом деле, текстовых документов, будь то патенты или статьи. При этом и за статьями, и за патентами стоят конкретные административные административные практики, скажем, стандарты оформления патентов, их представления, экспертизы и так далее. Мы прекрасно понимаем, что даже в тех странах, которые объединены IPC, все равно совершенно разные практики, не говоря уже о, скажем, крупнейших технологических рынков, патенты Соединенных Штатов или патенты японские вообще имеют принципиально разную природу, поэтому сравнивать их количество тоже весьма спорно. Это первая история. Вторая сторона медали связана с тем, что когда мы пытаемся изучать патентную информацию, естественно, мы понимаем, как этот процесс происходит в реальности, как работают патентные эксперты, понятно, что мы возвращаемся к ограниченным физическим возможностям человека и тех инструментов, которые у него есть под рукой, поэтому, скажем, искать в гугле аналоги иногда весьма проблематично и результаты этой обработки при помощи таких инструментов тоже весьма, я бы сказал, скромные, поэтому принципиально важно, во-первых, подходить к этому анализу с другими совершенно инструментами, а во-вторых, принципиально важно рассматривать патентную информацию в рамках некой комплексной системы, сравнивая информацию разного рода. Вот это просто иллюстрация, на которой я специально остановился, это инструмент, который позволяет анализировать жизненный цикл технологий, сопоставляя контент, скажем, научных отчетов, научных публикаций, патентов и рыночной аналитики, где патентная информация приобретает другую ценность, она занимает определенную нишу в более сложной, более комплексной системе, не рассматриваясь изолированно, а наоборот, это позволяет оценить, скажем, на какой стадии находится, в данном случае, та или иная технология. И совсем коротко про наш центр высшей школы экономики, как мы видим, собственно, его ключевые функции. Ну вот они сводятся к нескольким таким крупным блокам, я в основном говорил уже про информационно-аналитическую и статистическую работу, которую мы проводим, и, скажем, исследования патентных ландшафтов, которые мы ведем, строятся совершенно по другим принципам и на другой инструментальной базе, гораздо более мощной, чем то, что мы видим в ряде других организаций. Мы сейчас ведем работу по созданию принципиально новых индикаторов, которые отражали бы не количество документов, как я уже сказал, а отображали все-таки смыслы. позволяли оценивать состояние тех или иных областей науки и технологий или секторов экономики, их динамику, структурные изменения на основе изменения содержания контента этих областей. У нас реализуется очень большой комплекс образовательных программ разного типа. И в рамках программ основного образования, и в рамках программ дополнительного образования стаклинча, связанных с интеллектуальной собственностью. Ну, скажем, в рамках нашей магистской программы, о которой я говорил, есть курс по интеллектуальной собственности, который читается на английском языке. У нас есть, скажем, международная лаборатория исследований области интеллектуальной собственности, которая ведет серию своих курсов. есть в рамках целого ряда программ, связанных с предпринимательством, тоже есть свои курсы, посвященные интеллектуальной собственности. Мы сейчас обсуждаем идею запуска целой серии принципиально новых программ, связанных с управлением интеллектуальной собственностью в условиях цифровой экономики. Это будет, наверное, другая конфигурация даже образовательных программ, где будут модули, встраиваемые в разные курсы, как в основные программы, так и в программы доп. образования, а некоторые из них могут, наверное, быть самодостаточными для тех пользователей, которым необходимы очень конкретные навыки. Мы готовы принимать участие, мы обсуждали это и с Григорием Петровичем, различного рода программах повышения квалификации, которые реализует Роспатент в программах Всемирной организации интеллектуальной собственности. У нас регулярно проходят многочисленные международные конференции, да, я забыл, кстати, про кафедру ЮНЕСКО еще, которая у нас действует, которая возглавляет профессор Федотов, известнейший российский юрист в области интеллектуальной собственности. И, наконец, мы активно работаем с Роспатентом по созданию развития инфраструктуры доступа к патентным данным, используя ее в том числе для принятия решений в университете по развитию тех или иных направлений. То есть, мы пытаемся патентную информацию использовать не только для каких-то внешних задач, для аналитических целей, но и для целей, собственно, обоснования нашей собственной политики в университете. Спасибо большое. Большое спасибо, Леонид Маркович. Мы немножечко выбиваемся из графика, поэтому я предлагаю перенести вопросы на конец сессии и адресовать их сразу всем спикерам. И сейчас хочу передать слово Екатерине Александровне Стрельцовой. Екатерина, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Большое спасибо. Я в каком-то смысле продолжу презентацию Леонида Марковича, потому что я более подробно остановлюсь на одном из направлений работ нашего центра, на патентной аналитике, нашего института, прошу прощения. Именно работы по этому направлению стали для нас таким дополнительным стимулом организации у нас здесь вышки Центра поддержки технологий и инноваций. Потому что мы руководствовались в том числе каким-то таким прагматичным интересом получения и первичной патентной информации и получения доступа к экспертному сообществу для того, чтобы делиться и своим опытом и накопленными знаниями в области патентной аналитики и безусловно для того, чтобы получать какие-то новые знания вот в рамках например таких прекрасных мероприятий, которые организует институт. я пожалуй начну очень кратко с обсуждения того, почему патентная информация представляет значительный интерес не только для юристов, не только для правового управления любой организации, но и для нас, для исследователей, для аналитиков, почему она пользуется достаточно большим спросом со стороны агентов, которые принимают решения на различных уровнях. я возможно скажу какие-то очевидности сейчас, но я постараюсь очень быстро это сделать, мне кажется все-таки очень важно это озвучить. Некоторые характеристики патентной информации делают ее очень важным и полезным ресурсом для решения различных задач в области технологического прогнозирования, разработки научно-технологической политики и так далее. Во-первых, безусловно, это репрезентативность, мы знаем, что до сих пор патентование является основным методом защиты интеллектуальной собственности не во всех технологических областях, но в большинстве. Несмотря на то, что сегодня мы регулярно слышим критику в адрес традиционной, так называемой традиционной системы защиты интеллектуальной собственности, тем не менее мы можем с полной уверенностью утверждать, что большая часть создаваемых новых перспективных технологий находит так или иначе отражение в патентной информации. И таким образом, работая с этой патентной информацией, мы анализируем патенты не как какие-то формализованные документы, а как технологии, которые стоят за этими формализованными документами. Кроме того, безусловно, достоинством патентной информации является ее детализированность, то есть представленность в огромном количестве различных разрезов, что дает нам возможность проводить такой очень прицельный поиск, отбор патентных документов и очень такой таргетный патентный анализ для ответа в целом на любые аналитические вопросы. Кроме того, патентование также в большинстве случаев на несколько лет опережает внедрение созданных научно-технических результатов производства. И таким образом, ориентация на использование именно такой информации дает нам возможность получать своевременное актуальное представление о технологических процессах, которые происходят в данный момент. И, наконец, еще одной важной характеристикой является сопоставимость патентных данных благодаря относительной унифицированности процедур и защиты интеллектуальной собственности, процедур сбора и представления патентной информации, что также дает нам возможность проводить различные сопоставительные исследования. Например, сравнивать различные страны, сравнивать различные технологические рынки в этих странах, сравнивать позиции и, допустим, технологические портфолио различных агентов в структуре этих технологических рынков. Эти и другие характеристики патентной информации позволяют нам утверждать, что патентный анализ является одним из ключевых подходов к оценке развития технологий. То, что использование именно патентного анализа для решения различных задач в этой области является в высшей степени обоснованным. Я сейчас, безусловно, ничего нового не скажу, не открываю Америку, потому что исследования, основанные на патентной аналитике, очень активно развиваются с начала 90-х годов, но, несмотря на вот этот возраст, уже достаточно приличный, они не теряют своей актуальности. Я здесь указала одну из задач использования патентной аналитики, а именно оценку технологического развития. Но, безусловно, это далеко не единственная задача, которая решается инструментами патентного анализа. В настоящий момент для агентов на различных уровнях ряд очень важных задач, которые должны быть решены для принятия критически значимых решений, решается именно с использованием патентной аналитики. Это актуально и для уровня целой страны или отдельного региона, и для уровня отдельной отрасли экономики или технологической области, и, безусловно, на корпоративном уровне, на уровне отдельной организации. Задачи вот этих агентов могут быть несколько диверсифицированы, но, тем не менее, все они актуальны. И вот в результате существования целого спектра таких задач, которые могут быть решены с использованием патентной аналитики, мы сегодня наблюдаем не просто сохранение регулярного интереса к патентной аналитике со стороны агентов на всех уровнях, но даже постепенной возрастания такого запроса и интереса именно к таким исследованиям. Мы в рамках института, например, наблюдаем увеличение количества проектов, в рамках которых так или иначе мы должны проводить патентный анализ или в качестве отдельного элемента, или сегмента в рамках проекта, или в качестве основного базиса исследования. И в этой области у нас накоплен достаточно большой опыт многолетний и, на мой взгляд, очень успешный. Кроме того, мы за эти годы уже сумели сформировать определенный алгоритм или модель патентного подхода, который, на мой взгляд, является таким знаком качества тех результатов, которые мы получаем в рамках нашего патентного анализа. Я бы хотела очень кратко рассказать об этом алгоритме или об этой модели патентного анализа. Возможно, кому-то из вас он окажется полезным. Этот алгоритм представляет собой такую последовательность шагов, каждый из которых на самом деле внутри содержит целое дерево решений. То есть вот эта модель, которую здесь я достаточно просто и так линейно изобразила, на самом деле представляет собой очень комплексную систему, которая подстраивается под запросы каждого конкретного заказчика, под его конкретные интересы, запросы и задачи. В самом начале вот этого непростого пути мы всегда проводим такое очень подробное обсуждение и разбор задач наших заказчиков и выбираем один из нескольких доступных для нас треков патентного анализа. Под треком патентного анализа я понимаю определенную логику или его направление, а также совокупность используемых инструментов. Я думаю, что все из вас знакомы со статистическим анализом, таким традиционным треком в рамках патентной аналитики, когда мы каждый отдельный документ воспринимаем как единицу анализа и считаем количество патентов, относящихся к той или иной категории. Об этом Леонид Маркович уже упомянул в своей презентации. Но сегодня ввиду воздействия различных факторов мы видим постепенный рост актуальности другого трека или другого подхода к решению задач, связанных с патентным анализом и с развитием семантического трека или семантического патентного анализа, в рамках которого патент анализируется как набор определенных ключевых слов, смыслов, тематик и так далее. То есть когда мы фокусируемся не на количественном измерении патентов, а на качественном, более глубинном их исследовании. Почему происходит вот этот постепенный переход? Во-первых, меняется сам характер технологий, появляется все больше так называемых горизонтальных и нишевых технологий. То есть это такие технологии или целые технологические области, которые очень сложно выделить и изучить в рамках традиционного статистического подхода. Непонятно, во-первых, как отделить их от всего технологического поля, непонятно, как собирать по ним статистику, как ее анализировать и так далее. И вслед за изменением характера технологий, безусловно, меняется и характер запросов наших заказчиков к патентной аналитике. Появляется и усиливается интерес к более глубинным структурным характеристикам патентной активности. То есть теперь уже недостаточно для процесса принятия решения знать, что произошло в конкретной технологической области. Она растет или она стагнирует, кто же там лидер. сегодня мы видим, что заказчиков интересуют более сложные или комплексные характеристики. Например, необходимо узнать тематическую структуру какой-то технологической области. Интересно узнать, каким образом она меняется, как одна тематика трансформируется в другую, как стираются границы между технологическими областями, как происходит их конвергенция. Кроме того, встает ряд доселе невиденных нами задач, таких, возможно, в рамках традиционной патентной аналитики и невыполнимых. Например, сегодня необходимо оценивать социальные импакты развития технологий. Не просто гипотетически предполагать, как какая-то технология сможет улучшить допустим качество медицины. Но заказчики в том числе хотят видеть какое-то обоснованное такое структурированное знание в этой области. И, безусловно, еще один фактор, то, что называется Big Data Challenge, необходимое сочетание патентной информации с другими типами информации, в том числе не структурированной. И все это, как я сказала, ведет к актуализации новой парадигмы или подходу к патентной аналитике. О семантическом анализе чуть позже Илья Кузьминов расскажет более подробно. Но что я хочу еще отметить, что несмотря на вот эту актуализацию семантического подхода, статистический анализ, он тем не менее продолжает существовать и служит таким базисом для построения или получения последующих результатов в области патентного анализа. Вторым этапом в рамках вот этого алгоритма является определение границы следуемой области. в том случае если мы должны работать с какой-то отдельной технологией или технологической областью. Я должна сказать, что это пожалуй одна из сложнейших задач сегодня в рамках вот этой модели патентного анализа. Казалось бы, задача звучит достаточно просто, но ввиду изменения характера технологий нам как правило становится с каждым годом становится все сложнее определять ту область, которую мы должны анализировать. Могу привести в качестве примера области КТ. Давайте с вами проанализируем патентную активность в области КТ. А что такое КТ? Это компьютерные технологии, это компьютерные технологии цифровая связь, а базовые коммуникационные процессы мы их должны включать, или они уже устарели, значит нам следует от них отказаться. А как насчет полупроводников, которые тоже необходимы частично, если частично, то как, и так далее. Причем пример КТ это пример на слуху. Нам крайне редко удается работать с такой относительно формализованной областью. Я привела такой очень простой пример. Поэтому на данном этапе мы задействуем весь свой внутренний экспертный потенциал и обширную экспертную сеть, которая была сформирована вокруг института за годы его существования. Существуют три традиционные подхода к идентификации технологической области. Самый простой, безусловно, если очень повезло и нужно анализировать какую-то устоявшуюся относительно традиционную формализованную область, мы можем использовать классификацию ВАИС, классификацию технологических областей, которая включает 35 областей. В более сложном случае, если мы должны проанализировать группы технологий, мы должны работать с МПК, с международной патентной классификацией и пробовать выделить оттуда какие-то совокупности кодов, которые в дальнейшем будут использованы для отбора патентных документов, это тоже непросто. И самый сложный случай, безусловно, когда мы никак на основе формализованных характеристик не можем выделить область, например, интеллектуальная транспортная система, непонятно, как с этим работать. И мы обращаемся к экспертному сообществу и формируем перечень ключевых слов. На деле, как правило, нам приходится использовать комбинацию всех этих подходов, порой искать какие-то нетривиальные подходы, например, идти от организации лидеров. На последующем этапе мы вот эти основные для нас критерии отбора патентных документов дополняем какими-то дополнительными характеристиками мы пытаемся понять, какой, например, период нам взять для анализа или для сопоставительного какого-то анализа. Следующая задача, тоже очень сложная, это выбор эмпирической базы. Мы пользуемся тремя основными источниками патентной информации. безусловно, база данных Роспатента, которую мы используем в качестве такой отправной точки всегда, поскольку это наиболее полная, наиболее репрезентативная база, но, тем не менее, безусловно, ограниченная, поскольку она включает только российские патенты. Также у нас есть доступ к двум коммерческим базам данных, это подстат и орбит, которые агрегируют патентную информацию от большинства патентных ведомств мира. И для локальных задач мы можем добирать данные из каких-то еще баз. И здесь я также должна отметить, что ни одна из указанных баз данных не является идеальной, у всех есть какие-то ограничения, поэтому все чаще находить какие-то стыки, перемычки и объединять различные источники информации. На последующем этапе на основе разработанной системы критериев мы формируем совокупность патентных документов для дальнейшего анализа. Далее мы обязательно проводим оценку качества и в полноты сформированной базы. Это и технический контроль, ручной или автоматизированный, и сопоставление с какими-то референтными точками или значениями. Что это значит? Например, если мы анализируем зарубежную патентную активность российских заявителей и при этом используем дезагрегированную патентную информацию, мы всегда сопоставляем ее, например, с данными ВАИС, с каким-то статистическим источником. То есть в качестве вот таких бенчмарков мы обычно используем данные Роспатента как наиболее надежные или данные ВАИС или данные ОСР для отдельных задач. После оценки качества и полноты базы мы проводим непосредственный анализ и интерпретацию результатов. И на заключительном этапе полученные результаты всегда проходят валидацию в ходе экспертных процедур. Это экспертные панели, опросы и так далее. Для нас это еще одна возможность оценить адекватность выбранной методологии, адекватность полученных результатов и в случае необходимости внести какие-то дополнения или изменения. Я хочу обратить ваше внимание на то, что большая часть этой модели относится к такому подготовительному методологическому этапу. То есть анализ непосредственный это один отдельный шажок. И на самом деле у нас в институте мы уделяем очень большое внимание развитию методологии, патентной аналитики. Мы очень активно работаем с международными экспертными организациями, которые существуют в этой области. проводим сами различные исследования, тесты метрик и так далее. То есть у нас этому уделяется очень большое внимание. И очень кратко я бы хотела на одном кейсе показать, как вот эта очень технически представленная такая абстрактная модель, как она работает на деле. Для этого я расскажу об одной задаче, которую мы совсем недавно должны были решить в рамках крупного проекта по формированию инновационно-промышленного кластера Москвы. Леонид Маркович тоже о нем упомянул. Одной из задач в рамках этого проекта была оценка патентной активности организации Москвы за рубежом. То есть необходимо было выявить в Москве организации, которые являются лидерами в области разработки новых перспективных технологий. Это было необходимо сделать для того, чтобы сформировать пул потенциальных участников этого кластера Москвы. И фокус был сделан именно на зарубежное патентование, поскольку показатели зарубежного патентования могут использоваться в качестве такого косвенного показателя качества получаемых технических результатов и потенциала их использования. Если кто-то из вас уже работал с патентной аналитикой, вы, наверное, имеете представление о том, что патентная информация не предназначена для работы на уровне города. Это очень сложно сделать, работать на уровне города. И если с российскими патентами задача может быть как-то решена путем обработки почтовых адресов в базе данных Роспатента, то для зарубежных патентов, безусловно, для нас это был очень большой вызов, потому что по большей части заявки, которые включены в патентные базы международные, заявки российские, они не содержат вообще никакого адреса. То есть мы не можем атрибутировать заявку к какому-то, например, отдельному городу, к Москве. Поэтому тоже очень кратко расскажу, как мы решали эту задачу. Мы использовали весь спектр доступных источников информации и статистических, и дезагрегированных. На первом этапе мы провели отбор и загрузили все патентные заявки российских заявителей, которые были поданы за рубежом в определенный выбранный период времени. В качестве референтного значения мы здесь использовали показатели в АИС, и мы добирали данные до тех пор, пока не приблизились к этому бенчмарку. Причем нам пришлось работать сразу с несколькими базами данных, потому что, допустим, подстат, который содержит достаточно неплохую информацию качественную, в этой базе очень сильно проседают Китай и Япония. То есть там недопредставлены патентные документы этих патентных ведомств, поэтому мы теряли кусок российских заявок, поданных в эти патентные ведомства. То есть нам пришлось объединять каким-то образом эти патентные данные. Мы скачали патентные семьи, в которые, безусловно, входили и российские патентные документы. И далее, используя номера вот этих российских патентных документов и путем их сопоставления с базой данных Роспатента, мы смогли дополнить сформированный реестр почтовыми адресами заявителей. И дальше, на уровне автоматизированного анализа почтового адреса и работы с базой данных почтовых индексов, мы смогли вытащить заявителей из Москвы, организации, юридические и физические лица. Дальше проводился контроль этих данных, мы проводили несколько итераций по их улучшению, в конечном итоге сумели сформировать пул патентных заявок, поданных организациями города Москвы в зарубежные патентные ведомства. И очень кратко, буквально две картинки покажу, такие базовые результаты, которые мы получили по результатам выполнения этой работы. Во-первых, мы увидели, что более половины заявок, поданных российскими организациями в течение 10 лет за рубежом приходилось на долю Москвы. И причем этот показатель, удельный вес московских организаций постоянно растет. Вы видите, что в 2015 году немножко проседает патентная активность за рубежом, но это может быть связано с неполнотой данных еще. И это очень интересный результат, поскольку мы знаем, что в рамках страны, то есть на отечественном рынке интеллектуальной собственности, доля Москвы постепенно сокращается. Это нам позволяет построить гипотезу, которую, наверное, мы в дальнейшем попробуем протестировать, подтвердить или опровергнуть, о том, что организации Москвы постепенно переориентируются на зарубежные рынки интеллектуальной собственности и предпочитают подавать заявки туда. Наша задача была выделить организации лидеры, мы это сделали и составили такой топ-10 московских организаций по уровню их патентной активности за рубежом. Мы увидели, что, во-первых, в этот топ-10 вошли все ключевые российские IT-разработчики, это Касперский, Яндекс, Аби, и в целом мы увидели, что сюда еще в топ-10 попали фармацевтические крупные компании, энергетические и РЖД. Что для нас интересно, то, что, во-первых, в топ-10 не вошел ни один вуз, но два московских вуза вошли в топ-20, это Московский государственный технический университет Баумана и МИСИС, и в топ-20 не попал ни один исследовательский институт, бывший РАН. То есть вот такой результат мы получили, и на основе этого и других полученных результатов мы точно знаем, что правительство города Москвы уже разрабатывает меры поддержки зарубежного патентования. И тоже буквально так мимоходом заключительно покажу, мы создали вот такую карту зарубежного патентования московских организаций и выделили те технологические области, в которых московские организации с точки зрения их включенности в зарубежные технологические рынки показывают наибольший уровень успешности, то есть больше подают и получают патентов. На этом все, я почти уложилась в регламент. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Екатерина. Один, буквально один вопрос и мы передаем слово следующему спикеру. Леонид Маркович выступал в своем докладе и он ответил о том, что в высшей школе экономики патентные ландшафты, потому что патентные ландшафты это Роспатент совместного с Мирной организацией интеллектуальной собственности в Казани впервые провели и это является как бы пререгативой так сказать Роспатент. Ваш доклад в частности это вот тот материал на который созвался Леонид Маркович? Нет. 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 Методология патентного ландшафта все-таки Леонид Маркович сказал о том что Леонид Маркович сказал пусть он и отвечает. Дело в том, что это немного другое. это статистический анализ патентных данных и выявление зон так сказать лидерства московских организаций в соответствующих технологических областях на основе патентной статистики более традиционной. То, что я говорил о патентных ландшафтах это собственно анализ содержательный анализ тематики разработок. Это не количество патентов. Количество ее работа это первый шаг основа это создать ну конечно 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 ну мы не то что близки мы просто вместе работаем но я должен вам заметить следующее и вот Екатерина Александровна и я говорили о том что есть два аспекта рассмотрения патентной информации и это собственно и есть сначала выявление релевантных патентов относящих к той или иной сфере вот о чем Екатерина сейчас говорила а дальше содержательный анализ этой патентной информации не в терминах количество патентов а в терминах контента и об этом вот через там некоторое время Илья Филиппович расскажет вот те картинки которые у меня там промелькнули но он покажет их подробнее я уверен это и есть реальный патентный ландшафт но патентные ландшафты в узком смысле слова как я тоже сказал мы дополняем анализом другого информации другого типа информации научных отчетов из научных публикаций из рыночной аналитики и так далее из докладов скажем международных организаций у нас там миллион этих докладов буквально в базе данных это другого рода взгляд на информацию которая делает ее более гораздо более объемной спасибо вот одно из направлений приложения как раз патентной аналитики это построение прогнозов долгосрочных прогнозов развития науки и технологий и об этом сейчас чуть подробнее расскажет Александр Семенович Чеволока прошу спасибо большое Сергеевич уважаемые коллеги добрый день я рад вас приветствовать в стенах высшей школы экономики вы знаете когда я лет 20 назад еще молодым ученым входил в тематику прав на интеллектуальную собственность и различных методов защиты этих прав я даже не мог представить что у нас будет вот такого уровня дискуссия это конечно не может не радовать но я хотел бы вам рассказать немножко другой аспект не с позицией исследователя патентной информации а с позиции заказчика то есть посмотреть и немножко с вами поговорить на тему того а как и под влиянием каких трендов коллеги употребляли сегодня уже эти слова тренды вызовы формируется спрос на патентную аналитику и первое с чего я хотел начать это то что нам нужна новая повестка новая повестка в сфере исследований разработок и анализа того как двигается эта область в связи с чем это происходит очевидно что мы наблюдаем я экономист по базовому образованию как те экономические модели которые у нас все уважаемые коллеги учили они практически уже не работают базовые предпосылки устарели вы нигде не видите нерациональное поведение потребителя последняя Нобелевская премия думаю вы все прекрасно они осведомлены собственно говоря посвящена тому как инновации глубже и глубже проникают в различные сектора не только прорывные а и традиционные в том числе посмотрите тоже сельское хозяйство мы понимаем что технологическая неопределенность и скорость изменения технологии экономического роста уже практически нами не контролируется не только экономистами но и она сложно управляется лицами принимающими решения очевидно что паттерны потребительского поведения сильно меняются если мы считаем что мы знаем что такое маркетинг и как дышит наш потребитель мы уже проиграли в маркетинге идет переход на наноуровень то есть на уровень конкретного индивида вот физически нейромаркетинг позволяет это сделать мы понимаем что многие факторы в том числе экологические и этические которые к сожалению в нашей стране крайне редко серьезно обсуждаются выходят на первый план и многие специалисты сейчас уже говорят не о товарах и услугах с высокой экологической добавленной стоимостью а с высокой этической добавленной стоимостью нужно это тоже понимать и обращать на это внимание радикальным образом меняется структура сдержек производства это подтверждают исследования ОСР которые говорят о том что в ближайшее время ничто кроме технологического и человеческого фактора не станет основой конкурентоспособности вопрос как они там будут делить между собой места потому что по данным последнего исследования всемирного экономического форума благодаря роботизации порядка 75 миллионов рабочих мест исчезнут уже через пару лет правда потом где-то в конце они говорят что 133 миллиона появится вот вопрос где мы окажемся во всем этом балансе ну и наконец интуитивные решения это вот к вопросу о статистике и таких знаете линейных выводах интуитивные решения все чаще оказываются неправильными и к счастью лица принимающие решения это начинают понимать что простым упрощением рейтингом уже ничего не добьешься нам нужно исследователям нужно не упрощать жизнь лицам принимающим решения а усложнять но делать это более структурированно и научно обоснованно и спрос на это есть последнее время фраза доказательная политика звучит все чаще и чаще не только в медицине где это естественная необходимость а собственно говоря именно в нашей с вами сфере и патенты здесь конечно предоставляют колоссальный источник информации но вопрос умеем ли мы с ними работать и это вопрос безусловно открытый конечно надо сказать что многие лица принимающие решения хотят видеть результаты или моделировать результаты своих действий вот вопрос что если так называемый worthy question или сценирование сейчас в топе запросов и компаний и очень многих чиновников очень важна информация касаемо джокеров ну некоторые публицисты называют это черные лебеди началось еще игоря анфа в 70-е годы я думаю что присутствующие внимательно с этой работой в свое время ознакомливались так вот тем не менее то что лежит на хвостах нормального распределения то что мы все время привыкли игнорировать и говорить ну это 3-5 процентов что мы будем смотреть да а это микрософты эпплы арбнб и уберы и конечно можем ли мы эту информацию вытащить из патентов тоже запрос к вам уважаемые коллеги со стороны бизнеса и государства и лицепринимающих решений ну и конец детализация я тоже покажу некоторые примеры то есть надо идти вглубь надо смотреть детали надо изучать приоритеты и выходить конечно на возбалансированное решение это страна спроса которая формируется под действием многих глобальных вызовов они поэтому являются глобальными что они неизбежны то есть вы можете отрицать их можете принимать но они все равно будут с вами или без вас вопрос как мы в это вписываемся и здесь конечно мы полагаем на большие данные очень большие возлагаем надежды но понимаете все кто занимается моделированием хоть раз в своей жизни знают габи чин габи чаут мусор на входе мусор на выходе поэтому надо уметь работать с большими данными мне кажется что мы здесь на хорошем счету коллеги еще это покажут мировом счету не только российском а безусловно нужно увлекать экспертов потому что то некодифицированное знание которое у них есть пока что мы не заменили большими данными подчеркиваю пока что и понимать что исследования не только междисциплинарные это уже для всех очевидно это общее место они не только межотраслевые это мы как бы начинаем понимать они еще и межведомственные то есть проблемы связанные с том что каждое ведомство отвечает за свой блок научно-технологического прорыва а прорыв где-то посередине где мы не можем это контролировать надо также учитывать в спросе на вот эти вот исследованные разработки к сожалению ну вот я немножко заострю дискуссию мы находимся во власти такого интеллектуального фастфуда мы взяли проанализировали данные различных крупных консалтеров коллеги за 10-15 лет нам говорят одно и то же большие данные блокчейны новые технологии бигдейта но очевидно что за это время очень много что поменялось и повторюсь верхушкой асберга мы уже не имеем права довольствоваться надо идти глубже и вопрос сможете ли вы поддержать дискуссию вы имея ввиду сообщество исследователей основывающих на патентной аналитике сможем ли мы поддержать эту дискуссию на должном уровне ну вот коллеги говорили о том что надо использовать и количественные и качественные методы не только надо как минимум действительно опираться на серьезную аналитику надо уметь работать с экспертами это тоже не очевидно это не только фокус группа или собраться на полтора дня и обсудить какие-то насущные проблемы это действительно долгая история вопрос как этих экспертов отбирать возьмите 3000 других экспертов у вас будут другие результаты важно не забывать про методы которые связаны с креативностью вопрос патентуется ли креативность и футурология вот по трансгуманизму есть например патенты или нет или по биохакингу а вы в курсе наверное два дня назад и по-моему даже вчера это топ новость Китай заявил о том что родились две генетически модифицированные близняшки девочки это меняет наш мир кардинальным образом зарубежные страны многие запрещают это делать но тут понимаете кто первый успел тот и в новой технологической гонке победил а у Китая совсем другое отношение к этике почитайте историю поэтому друзья нам нужно безусловно основываться на серьезных методах и мы всяческих развиваем надо не забывать про экспертизу у нас в базах данных порядка 13 тысяч экспертов и мы всячески прибегаем к ним и прежде чем нашу систему интеллектуального анализа больших данных айфора выпустить вот так вот в массы сотни экспертов ее смотрели мы детально просто вот с карандашом сидели изучали управляли если надо надо не забывать про методы связанные с креативностью и джокерами и самое главное их объединять потому что у каждого метода есть свои недостатки я с большим пиететом отношусь к коллегам изучающим патенты но вы сами прекрасно знаете историю с патентными гонками с 70-х годов вы прекрасно знаете ограничения связанные с временными лагами со стоимостью патентов более того всего лишь там лет 10 назад когда мы опрашивали судей а понятно что патент должен работать да вообще они понимают что такое права на интеллектуальную собственность они понимают что такое ущерб половина судей вообще не разбиралась в этом это было в каких-то 10-15 лет назад слава богу ситуация сильно изменилась и коллеги наверное немножко еще об этом расскажут но извините это все еще в наших зашито да что интеллектуальная собственность ну подумаешь там да моральный ущерб подумаешь какие-то права собственности малое что да ну картинку взял так вот мы-то как раз в вышке к этому очень серьезно относимся у нас все исследования через систему антиплагиат прогоняются так вот для информации про то как это можно реализовать да то есть еще раз мы смотрим как меняется спрос мы понимаем что для его удовлетворения нам нужно комбинировать разные методы и точно интегрировать патентную аналитику в более широкий комплекс методов связанных с изучением будущего и инвентаризации настоящего таких как технологические бетчмарки каудит и так далее можно ли это реализовать на практике да можно вот несколько лет назад более двух тысяч экспертов работало над документом кто-нибудь видел его коллеги поднимите руки просто интересно прогноз развития научно-технического России видели нет один два ну как-то не очень активно да но вот коллеги это единственный существующий в России национальный прогноз до юра сейчас он будет его апдейт который мы сделали будет переутверждаться он в открытом доступе и знаете вот почему-то платить миллионы за внешнюю аналитику мы можем а изучить наш российский бесплатный документ мы как-то еще руки не дошли хотя вы знаете что он входит в топ-5 мировых прогнозов научно-технологических это не наша оценка это оценка объективной Уэсера наравне с китайской технологической дорожной карты до 2045 года то есть это абсолютно мировой сертифицированный документ как он сформирован несколько направлений причем заметьте они все находятся в таком тренде я даже не побоюсь такого модного слова в хайпе значит они были утверждены президентом еще в 2011 году по каждому из направлений мы изучили вызовы рынке и направления научных исследований по своей конструкции как я уже говорил он абсолютно международно сопоставим вот вам доказательства о нем в свое время говорил президент в послании федеральному собранию просто напрямую об этом документе и я могу вам сказать что конечно у нас не было тогда такой продвинутой аналитики по большим данным но мы очень активно работали с патентами очень активно с патентной аналитикой мы изучали вытаскивали оттуда как можно и организации и смотрели рыночные обзоры и смотрели что можно по уровню исследований разработок делали это руками три года эта работа велась сейчас конечно та аналитика которую наши коллеги Илья Филиппович Кузьминов возглавляющий это направление ведут она фантастически позволяет повысить скорость и качество и конечно очень важно что она интегрирована в общий контур наших работ потому что это позволяет нам ее использовать гораздо эффективнее коллеги постоянно предлагают что-то новое интересное то есть они для нас такими джокерами являются внутренними но это позволяет нам на внешнем рынке чувствовать себя комфортно я хотел бы вам просто продемонстрировать уровень агрегации вот смотрите одно из направлений очень перспективных нового материала на антехнологии четыре уровня иерархии и так сделано по каждому направлению то есть несколько областей тематических несколько направлений преградных исследований и разработок и уже конкретные задачи те кто разбираются в патентной аналитике в области новых материалов и нанотехнологий наверняка здесь увидят знакомые для себя области то есть это к вопросу о спросе на патентную аналитику он прямой и очень жесткий и четкий но вопрос в том что дальше то есть как эти области развиваются какие там тренды какие там организации какое сетевое взаимодействие какие рынки возможные вот это конечно те задачи которые необходимо нам дальше решать а решать следующим образом я хотел бы вот на этом завершить уже свое краткое выступление как нам выстроить вот эту вот систему научно-технологического прогнозирования где патентная аналитика безусловно занимает свою очень значимую долю кстати эта система должна быть создана и уже создается в соответствии с майским указом Владимира Владимировича Путина 596 указ от 2012 года первый шаг это конечно система прогнозов национального уровня научно-технологического прогнозирования дальше мы переходим к отдельным конкретным прогнозам вот коллеги упоминали патентные ландшафты например но это же не нельзя же наверное получить право на использование слова патентный ландшафт так же как на слово эконометрическая модель или свотанализ да это метод поэтому есть метод связанный с анализом различных секторов экономики и выстраиванием там соответствующих ландшафтов третий шаг это дорожные карты к сожалению сейчас часто девальвируется это понятие до планов графиков планы графики это то что идет после дорожных карт а дорожные карты это инструмент форсайта прогнозирования в котором очень важна конкретика то есть детали конкретные расчеты рынки и мы наверное где-то ну сотню наверное сделали вот не побоюсь сказать дорожных карт многие из которых послужили основы для реформирования различных секторов российской экономики важно чтобы вот эти результаты были имплементированы в систему принятия решений мне вот очень понравилось высказывание Татьяны Викторовны в самом начале когда вы сказали что в конечном счете как я для себя это перевел со стороны спроса что в конечном счете мы должны работать на ну казалось бы простые задачи они обозначены в стратегии научно-технологического развития повышение качества жизни экспорт диверсификация значит устранение региональных дисбалансов но как бы ни казались большими эти задачи мы тоже можем достаточно много в их достижении в их решении осуществить и знаете у нас есть такая традиция в России самое важное мелким шрифтом да вот я решил эту традицию тоже сохранить внизу посмотрите пожалуйста уважаемые коллеги то есть вот прогноз приоритеты дорожные карты инструменты реализации а что внизу находится постоянный мониторинг постоянно держать руку на пульсе с использованием больших данных с использованием статистики вот это мне кажется очень важный момент если мы его развивать активно то надеюсь что такое движение в патентах у нас будет продолжаться и ускоряться спасибо большое спасибо Александр Александрович сейчас одну секунду пожалуйста да я на правах ведущего скажу два два слова и открою обязательно пространство для дискуссии большое спасибо Александр Александрович значит у нас сейчас по расписанию кофе брейк но мы можем я думаю немножко задержаться для как раз вот пары вопросов а дальше продолжим уже за булочками до сих пор